На Псалом 49-й. Бог богов Господь возглаголил и призывает землю от восхода солнца до запада. И в другом месте тоже пророк говорит, Бог стал сонми богов. И еще я сказал, вы боги. Также Павел, есть хотя так называемые боги и господ много, 1 Коринфянам 8.5. А Моисей говорит, не злослов, не хули Бога. И в другом месте видели сыны Божьи, дочерей человеческих, Бытие 6.2. И еще он, хулитель имени Господнего должен умереть. Камнями должно побить хулителя Господнего, Левит 24.16. Также боги, которые небеса и землю не сотворили, да погибнут под небесами, Иеремей 10.11. На кого же таким именем указывает Писание в этих свидетельствах, и о каких здесь говорит богах? О властителях. Поэтому оно и предсокупляет. Суди, не злословь, и начальствующего в народе твоем не поноси. Исход 22.28. Также называет оно и тех, которые произошли от какого-нибудь благочестивого предка. Так Енос, отличавшийся великой добродетелью, был назван именем Божьим. И когда потомки его и потомки брата его стали смешиваться между собой, то Писание назвало сынами Божьими, происшедшими от этого добродетельного мужа. Они начали, говорится, призывать имя Божие. Также народ иудейский почтен этим названием в словах. Я сказал, все вы боги и сыны Всевышнего, все вы. Бог назвал так этот народ по своему человеколюбию. Таким образом объясняется и следующее изречение. Хулитель Божий примет свой грех, то есть кто злословит и властителя, согрешает и побит должен быть камнями, то есть кто присвояет имя истинного Бога неистинным богам. Такой грех непростителен, почему и наказание за него тихчайшее. Называются этим именем языческие боги, но не по достоинству и не по праву на такое название, а по обольщении заблудившихся и назвавших их таким именем. Потому и Павел говорит, хотя и есть так называемые боги, выражая, что они не суть истинные боги и называются так не по достоинству. О каких же богах пророк говорит здесь? Бог богов, мне кажется, языческих, не как об истинных, но как почитаемых такими от людей заблудившихся. Так как иудеи были еще грубые и не вполне чужды идолослужения, но были склонны к идолам и имели много остатков беззакония, то он очищает мысли их и от этого, показывая, что Бог есть Господь и тех богов. Действительно. Он есть Господь и бесов, то есть самого существа их. А злые мысли и всякое зло от них происходит. Мне кажется, что этот псалом имеет связь с предыдущим. И здесь написано обличение и осуждение грешников. Только там пророк призывал к слушанию вселенную. А здесь самые стихи распростертые по всей вселенной. Здесь другое зрелище, другое собрание. Там народы земнородные, богатые, бедные. Здесь небо и земля. И сам Бог представляется судящимся и оправдывающимся перед народом иудейским. Поэтому нам нужно иметь и больше внимания. То же делает и другой пророк. Представляет Бога судящимся и призывает судьи дебри и основания земли. Слушайте, говорит, горы и твердыни земли. Ибо суд Божий с людьми его, с народом, чтобы состязаться. Мессия 6.2. И еще. Судом буду судиться с вами и отцами вашими. Иеремия 2.9. И во многих местах Писаний можно видеть такое изображение. Оно особенно поразительно. Достойно человеколюбия Божия. И показывает неизреченную благость Бога, снисходящего до того, чтобы судиться с людьми. От Сиона, сиона, который есть верх красоты, является Бог. Это изречение заключает в себе нечто и пророческое, и историческое. Потому что в Ветхом Завете отсюда же было благолепие его. Храм, святое святых, все богослужения и учреждения ветхозаветного законодательства, множество священников, жертвы всесожжения, священные песнопения и псалмы и все прочее отсюда. И образ будущих благ там же был предначертан. Когда наступило время прийти истине, то опять она там же открылась в начале. Оттуда воссиял крест, оттуда бесчисленные благодеяния. Вот почему Исаия, описывая закон Нового Завета, и говорит, «От Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима, и судить будет посреди народов». Исаия 2.3 Сионом он называет здесь целую страну и город, лежащий в ней, столицу иудеев. Оттуда апостолы, как быстроногие кони из какой-нибудь ограды, были посланы во всю Вселенную. Оттуда они начали совершать знамения. Там было воскресение и вознесение Христова. Там преддверие и начало нашего спасения. Там первоначально стали возвещаться неизвеченные догматы. Там прежде открылся Отец, познанный Единородный Сын. Дана такая благодать Духа. Там апостолы начали проповедь о бестелесных предметах, о дарованиях, силах и обетовании будущих благ. Все это представляя, пророк называет красотой его. Потому что благолепие и красота Божия есть его благость, человеколюбие и благотворение всем. Бог, сонный богов, восстал. Грядет Бог наш и не в безмолвии. Видишь, как он постепенно проясняет речь. Раскрывает сокровища, бросает светлейший луч. Бог грядет. Бог наш и не в безмолвии. Когда? Когда он приходил неявно. Первое свое пришествие. Тогда он пришел без шума. Для многих оставаясь неизвестным и долго не открываясь. Что я говорю для многих? Когда и сама Дева, носившая его во чреве, не знала всей неизреченной тайны. И братья его не веровали в него. И мнимый отец не думал видеть в нем ничего великого. 255. На что я говорю о людях? И сам дьявол не знал его. Потому что если бы он знал, то не спрашивал бы его спустя столько времени на горе. Если ты сын Божий, сказав это один, два и три раза. Потому и Иоанну, который начинал открывать его, он сказал, оставь ныне. То есть умолчи теперь. Потому что еще не пришло время открыться в тайне домостроительства. Я хочу еще скрывать от дьявола. Умолчи, ибо так подобает нам. Также, сходя с горы, он повелел не сказать никому, что он Христос. Тогда он приходил, как пастырь, найдя заблудшую овцу, и уловить одичавшую добычу, почему и прикрывал себя, как врач. Не вдруг показывает себя страшным, больному. Так и он хотел открыться не в самом начале, но мало-помалу и постепенно. Вот почему тот же пророк, изображая тихое пришествие его, сказал впоследствии, «Сойдет, как дождь на руну и как капли, капающие на землю». Он пришел не шумом, не производя смятения, не колюбля земли, не метая молнии, не потрясая небо, не посылая множество ангелов, не расторгая тверди и не сходя на облаках, но мирно носимый в очреве девы в течение девяти месячного времени. Рождается, как сын плотника, полагается в яслях и бедных пеленах, терпит гонения и бежит с матерью в Египет. Потом по смерти беззаконника возвращается, ходит то туда, то сюда, по виду, как один из обыкновенных людей, имея бедную одежду и скудную пищу, и постоянно путешествуя, так постоянно, что даже утомляется на пути. А после он придет не так, но столь явно, что пришествие его даже не будет иметь нужды провозвестники. Поэтому сам он, показывая очевидность своего будущего пришествия, говорил, «Когда услышите, что в потаенных комнатах не входите, в пустынях не верьте, ибо как молния высходит от востока солнца, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Оно само покажет себя и возвестит о себе, и с молнией бывает тоже. Мы не имеем нужды, чтобы кто-нибудь возвещал о ней, но как скоро она является, то и делается видимою для всех, и в одно время для всех, так и Павел говорит. «Ибо сам Господь при возвещении, при бугласе Архангела, при последней трубе сойдет с небес». Так и Пророк видел его не сломом на облаках, реку текущую перед ним, страшное седалище и неумолимый суд. Даниила 7.9. Тогда будет время суда и осуждение. Поэтому тогда он явится уже не как врач, но как судья. Таким образом Даниил видел и престол его, и реку, протекающую перед его седалищем. И все это являлось ему огненным, и колесница, и колеса. А вначале, при первом своем пришествии, он не являл ничего такого. Ни огня, ни реки, ничего-нибудь другого подобного. Но тогда были ясли, гостиница, хижина и бедная мать. С другой стороны, Пророк выражает здесь его непреложность и неизменяемость. Так как он сказал, что сидящий на престоле имеет волосы чистые, как волна, и одежду белую, как снег, то чтобы ты разумел не волосы и одежду, а чистоту и светлость, он представляет все в огне и говорит. Грядет Бог наш, и не в безмолвии перед ним огонь поедающий, и вокруг него сильная буря. Такими подобиями этот Пророк выражает непреложность, неизменяемость, светлость и неприступность Божия. Он не ограничивается только огнем, но, желая показать силу его наказания, присовокупляет. Вокруг него сильная буря. Словами буря называется или тяжелая глыба снега, которая увлекает и неспровергает все ей встречающееся, или сильное стремление ветра, которое производит то же самое и бывает невыносимо для идущих ему навстречу. Желая выразить тяжесть этого наказания, он и употребляет такие сравнения. Он призывает свыше неба и земли судить народ свой. Опять упоминает о стихиях, от которых произошло бесчисленное множество благ для рода человеческого, не только в отношении к жизни и составу тела, но и в отношении к Богопознанию. В самом деле, красота, величие, расположение и сущность этих стихий, из всего, что происходит из них, что бывает вообще во всякое время, и что часто в отдельных явлениях все это питает и устрояет тела наши и руководит к познанию Создателя. Потому и Павел говорит, невидимое его от создания мира через творение видимы. Так что, видимо божество. И еще, когда мир своей мудрости не познал Бога в премудрости Божией, то есть премудростью, которая является в тварях и составляет немалое, но весьма великое и весьма ясное вразумление. И то, что происходит через них, хотя ежедневно кажется совершающимся по естественному порядку вещей, но также возвещает Создателя подлинно «Господь есть Создатель природы». Не удивляйся, что пророк, говоря о всеобщем суде, обращает речь к иудеям. Так и Павел говорит. Ярость и гнев, и скорбь, и теснота, всякой душе творящей злое, во-первых, иудея, а потом и елена. И еще, те, которые согрешили без закона, без закона и погибнут, а которые согрешили под законом, по закону и осудятся. Соберите, говорит он, избранных моих, вступивших со мною при жертве в завет. Для чего он называет здесь преподобными тех, которых намеревается обвинять и судить? Для того, чтобы усилить обвинение и указанием на их достоинство выразить большее наказание. Так и мы, когда видим кого не согрешившим и хотим сильнее укорить его, называем его по его званию, чтобы тем сделать для него осуждение более тяжким. И говорим, призови диакона или священника. Иудеи называли царским священием, и народом избранным, и много превозносились этим. А отсюда он и раскрывает важность их преступлений. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. Так как они, совершая бесчисленное множество грехов, допуская столько видов зла, похищая чужое, предаваясь корыстолюбию, убивая, прелюбодействуя, смешивая кровь с кровью, думали, что они совершают много доброго и исполняют закон и завет, когда приносят в жертву овец и тельцов, то он с этой стороны укоряет их и, смеясь над ними, говорит, вступивших в завет со мною при жертве, то есть думающих, что для их спасения достаточно приносить в жертву тела бессловесных животных. Здесь он опять желая показать светлость, ясность, очевидность, непререкаемость и известность правды Божией, представляет недушевленные стихии, возвещающими ее таким же образом, как сказано было прежде. «Ибо я есть Бог-судья», то есть определяющий должное каждому. Не напрасно он употребил здесь слово «судья», но дабы показать, что Бог и сам праведен, и другим воздает тем же. А «боге» слово «судья» употребляется вместо «праведный», как и Павел выражает в словах. А иначе как судить Богу мир? Римлянам 3.6. В том ведь преимущественно и состоит суд, то преимущественно и значит быть судьей, чтобы не только произносить приговор, но и произносить его справедливо. Судимы же будут как иудеи, жившие тогда, так и грешившие после в Новом Завете. Первые будут иметь своими обвинителями природу и закон, а последние, кроме того, все сделанное для них Христом. В самом деле, что они могут сказать или какую представить причину? Почему они не уверовали? Но прошу вас, внимайте словам моим, чтобы вы могли заграждать уста противникам. Лучше им теперь потерпеть от нас поражение и исправиться, нежели отойти туда, считая себя победителями, и быть осужденными общим судьей вселенной. Что же могут сказать иудеи? Почему они умертвили Христа? Какую вину, малую или великую, они находят в нем? Он сотворил себя, скажут, Богом, Иоанна 10.33. Но не эти были слова их во время крестных и его страданий, а другие. Тогда они не говорили, он делает себя Богом, но он царем делает себя, не друг кесарю. Между тем, они же часто хотели поставить его царем, а он скрывался. Но прежде, скажешь, они обвиняли его, что он делал себя Богом. Что же? Если бы он называл себя Богом ложным и несправедливым, а на самом деле не будучи Богом, то обвинение имело обоснование. Если же справедливо, то следовало поклоняться ему, а не распинать его. Посмотрим же, точно ли он, не будучи Богом, сделал себя Богом, то есть показывал и называл. Но откуда хочешь ты узнать это? Из тогдашних ли событий или настоящих, или бывших при его рождении? Кто родился когда-нибудь от делы? Кто показал такую звезду? Кто вел волхво в таким путем? Не силой и принуждением, но убеждением и откровением. Видишь ли, как вся тварь узнала владыку? Владыку природа первая уступает, не противится, не противоречит, не говорит. Не допуская такого рождения, я не умею производить дитя от издевственного чрева, я не могу сделать матерью без брака. Но отступает и переходит свои пределы, потому что узнала своего владыку. Потом, когда он родился, сошли ангелы, возвещая, что живущий на небесах явился на земле. Земля стала небом, так как здесь был царь, и волхвы поклонились ему, пришедшие издалека. Младенец лежал в яслях в Палестине, а пришедшие из варварской страны оказали ему такую честь и почитание, какие следует оказывать Богу. Но у нас нет недостатка и в таких доказательствах. Такова истина. Она изобилует доказательствами. Здесь-то особенно они не могут представить никакой тени опровержения. Так, хотя ты не был тогда, когда он рождался от девы, но должно верить пророку, который говорит, «Се дева в очреве примет ради сына и нарекут ему имя Эммануил». Хотя ты не был тогда, когда он, облегшись плотью, ходил по земле, и владыка обращался с рабами. «Но спроси Иеремию, и он скажет тебе, варвар 3.36, «Сей есть Бог наш, и никто другой не сравнится с ним. Он нашел все пути премудрости и даровал ее рабу своему Якову и возлюбленному своему Израилю». После того он явился на земле и обращался между людьми. «И касательно всех прочих событий, пророки, которых книги ты доселе напрасно пересматриваешь и перевертываешь с этой целью, ясно возвещают все. Впрочем, опровержение против иудеев мы часто высказывали и будем высказывать. Теперь же обратимся к своему предмету». «И небеса провозгласят правду его, ибо это судья есть Бог». Здесь, кажется мне, он говорит об его правде, о великом его попечении, о человеколюбии к самым иудеям, о многоразличном и разнообразном промышлении его о всех людях, посредством творения, закона, благодати, видимого, невидимого, пророков, ангелов, апостолов, наказаний, благодеяний, угроз, обетований, порядка вещей во времени. «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя, я Бог, твой Бог». Здесь, кажется мне, он говорит об его правде. Посмотри опять, какая благость и кротость в самом начале речи. «Как человек стал бы говорить человеку беспокойному и беспорядочному, если ты будешь слушать, то я буду говорить, если будешь внимать, то я скажу». Так и владыка говорит рабам. «Если, — говорит, — будете слушать». Действительно, они были ленивы и беспечны, и даже на краткое время не прилагали спокойно слуха своего к чтению законов. Выражая это, один пророк, живший в Персии, и говорил, «И буду им, как забавный певец». Иезекииль 33-32 «Они часто говорили пророкам, чтобы ты не пророчествовал, и даже прогоняли их и казались недовольными. И царь угрожал одному пророку и приказывал не проповедовать народу». Иеремея 32-3 «Бог, Бог твой я». Не напрасно здесь употреблено повторение, но так, как он говорил к людям бесчувственным, ожесточенным и ослепленным, то и напоминает о своем владычестве, полагая прекрасное начало дальнейшему наставлению и внушая, что они обязаны ему свободою и по справедливости должны были бы отдать ему долг, как рабы-владыки, как творение творцу, как получивший величайшее благодеяние и удостоившийся такой чести. Не за жертвы твои я буду укорять тебя, все сожжения твои всегда предо мною. Так обличают их и другие пророки, потому что они, призрев важнейшую часть добродетели, в жертвоприношениях полагали надежду спасения. В оправдание свое они готовы были говорить, мы приносим жертвы, мы совершаем все сожжения. Но я, говорит Бог, пришел не за это судить вас и не за то обвинять, будто вы призрели это. Исайя еще сильнее укоряет их так, для чего мне множество жертв ваших? Я присыщен ими, все сожжения овнов и туков агнцам, и крови тельцов и козлов не хочу. Кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Хотя в законе много сказано о жертвах, но Бог давал законы о них не потому, чтобы особенно желал их, но по снисхождению к немощи иудеев. Так же Иеремия говорит, для чего мне, ладан отца, вы приносите благовонный тростник из земли дальней? 6.20 Вообще все пророки говорят, что в этом нет ничего важного. Поэтому и сам Бог, начиная речь, говорит так, я Бог, твой Бог, выражая этим, что тот способ служения не достоин его. Подлинно Бога должно чтить не дымом и смрадом, но доброй жизни, не телесную, а духовную. Не так поступают бесы языческие, они даже требуют себе жертв. Это выражает и один из греческих стихотворцев, когда говорит, мы получили это от жребий. Ильяда 4.49 Но не таков наш Бог, те, жаждой крови людей, желая мало-помалу приучить их к убийствам, постоянно требовали этого, а Он, желая мало-помалу отклонить их от убиения и бессловесных животных, сделал Он только снисхождение, дозволил жертвы, чтобы уничтожить жертвы. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Зная всех птиц на горах и животных на полях предо мною, смотри, как Он мало-помалу возводит мысли, преклонившихся к земле, очищая ослепленный ум их, и внушает, что Он учредил жертвы не потому, чтобы нуждался в них, и установил закон не потому, чтобы одобрял их. «Если бы, — говорит, — я хотел принимать такое служение, то, имея в своей власти всю подсолнечную и будучи создателем всего, назначил бы себе для приношения обильнейшие жертвы, далее смеясь над ними и стыдя их, чтобы сделать обличение более разительным, Он говорит, «Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя Вселенная и все, что наполняет ее». Так как Он дозволил жертвоприношение для того, чтобы мало-помалу отклонить от них иудеев, а они привязались к столь маловажной вещи и не получили себе никакой пользы от такого снисхождения, то, беседуя с ними несколько чувственно и человекообразно, Он говорит, «Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, то есть я не алчу, потому что Бог не взалчат и не утрудился, если бы я хотел принимать такое служение, не имел бы недостатка в бесчисленных жертвах и всесожжениях, все это предо мной в великом изобилии, но будучи Господом и владыкой всего, я хочу получать от Тебя свое, чтобы этим путем привлечь Тебя к моей любви и отклонить от привязанности к пустым вещам, 261. Потом опять возводя их к Высшему, Он говорит, «Ем ли я мясо валов и пью ли кровь козлов? Я, — говорит, — запретил и людям делать это и назначил величайшее наказание тем, которые едят кровь. Как же могу я нуждаться в крови, когда отклоняю рабов своих от такой пищи?» Отвергнув таким образом все это, показав, что это недостойно Его, присоединив к обличению и насмешку, Он не останавливается на этом, но показывает другой способ жертвоприношения, который составляет рот превосходнейшего врачевания, отклоняя от вещей бесполезных и прилагая к ранам то, что может исцелить их. Окончив речь о вышесказанном, Он говорит, «Принеси в жертву!» Как? Без крови, потому что такая жертва особенно достойна Бога. Без крови. Поэтому сказал, «Принеси жертву!» Он прибавляет, «Жертву Богу хвалу!» То есть благодарности, священных песнопений, прославления Его посредством дел. Смысл слов его следующий. «Живи так, чтобы прославлялся твой владыка!» Это мы Христос учил, сказав, «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного!» Хвала есть не что иное, как похвала, слава, прославление. «Живи так, чтобы прославлялся твой владыка, и ты принесешь совершенную жертву!» Такое жертву требует и Павел, когда говорит, «Представьте, члены ваши в жертву, живую и святую угодную Богу!» И тот же пророк в другом месте говорит так, «Я буду словословить Бога в песнях и превознесу его в словословии!» «И будет это угодней Богу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами!» Такую жертву приносил Иов, когда после ударов, превышающих природу человеческую, благодарил и говорил такие слова, «Господь дал, Господь и взял, как угодно Господу, так и стало, добудет имя Господне благословенно вовеки!» «И воздай Всевышнему обеты твои!» «Потому что после обещания дело становится долгом!» Так Анна отдала сына, как величайший долг. «Так и ты, если дашь обет милосердия, целомудренной жизни или чего не другого подобного, спеши исполнить его!» «Если же кто выполнил в точности обещанное, то хотя бы он и не давал других обетов, и для него обязательны дела добродетели!» Внушая это, Христос говорил, «Если мы послужили духом, то великое ли, что вы послужили плотью?» И при этом сказал притчу о рабе, которому назначена была самая малая работа, но по исполнению приказа не возлечь, а ходить и служить. И другой нефт говорит, «Немедли исполнить обеты твои!» Иклесиаста 5.3 «Ты сделал обет, исполни его, чтобы смерть пришедшей не воспрепятствовала, но что скажешь мне до этого, когда я не властен в своей жизни?» «Потому-то и не следует медлить, что тебе неизвестна кончина, что ты не властен в своей жизни и смерти. Так кажущееся оправдание служит обвинением. Не смерть бывает причиной неисполнения обета, но твоя запоздалость и медленность. Принеси в жертву Богу хвалу, воздай Всевышнему обеты твои, призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Стих 15. Видишь ли, великий преизбыток воздаяния. Что может сравниться с таким человеколюбием, когда Бог дает награды за самую добродетель, награды гораздо большее трудов, и при том дает самое нужное время? И для чего сказал он, призови меня? И для чего он ожидает, что мы призвали его? Для того, чтобы произвести в нас большую привязанность, пламеннейшую любовь к нему через то, что он будет давать, а мы призывать его и получать. Подлинно добродетель производит привязанность к Богу, и воздаяние производит то же самое, и молитва также укрепляет эту привязанность. Потому он и говорит, дай мне, и я дам тебе. Даже вместе с тем, как ты даешь, ты получаешь, потому что он не нуждается ни в чем. Так если ты будешь кроток, умерен, целомудрен, то Богу не прибавляешь ничего, а самого себя делаешь чистым и лучшим. И однако за это он назначает тебе величайшие награды и венцы, как будто ты доставил ему пользу. Еще прежде тех венцов ты наслаждаешься немалым удовольствием, пользуясь спокойствием, совести и окрыляясь благими надеждами. В день скорби Рок называет здесь ни дни несчастья или неблагоприятных обстоятельств, но то время, когда грех нападает на тебя, когда дьявол осаждает тебя, внушая злые пожелания, ты получишь, говорит, великую помощь. И я избавлю тебя, и ты прославишь меня. И это опять Бог говорит не потому, чтобы он имел нужду в прославлении от нас. Как может нуждаться в нем Бог славы? Но потому что при благодарственных песнопениях бывает воспоминание о благодеянии, возбуждается пламенишая к нему привязанность, и прежде всего получается высочайшее блаженство. 262. Не погреши тот, кто скажет, что днем скорби Рок называет здесь и будущий день. Там будет скорбь непрестанная. Здесь и смерть наступающая прекращает бедствие, и друзья утешающие, и конец вожделенный, и часто надежда на перемену обстоятельств, и продолжительность времени смягчает страдания души, равно как и бедствие ближних. Потому что иметь участников в скорбях и видеть другие подобные примеры для многих кажется великим утешением. А там нет ничего такого. Нет никого утешающего. Но все лишены друзей. Ни продолжительность времени смягчает страдания, потому что как это может быть, если пламень действует постоянно? Ни надежда на освобождение, потому что это наказание вечно. Ни ожидание смерти, потому что это мучение бесконечное, и наказываемые тела бессмертны. Ни то, что для многих кажется утешением, то есть, чтобы видеть других страждущими. Во-первых, там невозможно видеть других страждущих, потому что мрак, подобно какой-нибудь ограде, затемняет зрение. Притом чрезмерное страдание не позволяет даже чувствовать такое утешение. Так богач не получал отсюда никакого утешения, равно как и скрижащие зубами. Грешник уже говорит бог, что ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой в уста твои. Видишь ли совершенную лиру, стройную цитру, издающую в различных звуках гармоническую песнь. Ту же мысль можно находить и у апостолов, и у других пророков. И Павел также внушает, что тому нет никакой пользы учить других, кто предварительно не научил самого себя, так как иудеи превозносились и жертвами, и тем, что имели закон и называли себя учителями других, то он доказывает, что они получают от того небольшую пользу, если сами остаются невеждами и сильно укоряя их, говорит так, как же, уча другого, не учишь себя самого проповеду и не красть, крадешь, гнушаяся идлов святотатствует, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Римлян 2.21 Поэтому о себе он говорит так, чтобы проповедуя другим, самому не остаться не спасенным. 1 Коринфян 9.27 Не излагая гордость тех, которые превозносились красноречием, а сами были чужие добродетели. Ту же речь, с другой стороны, он обращает к иудеям, говоря так, Язычники, не зная закона, творили законное по природе, а сии, не имея законов, сами себе были законом. Еще не слушатели закона оправданы перед Богом, но исполнители закона будут оправданы. И пророк говорит, учители закона не знают меня. Иеремия 2.8 И еще лживая трость книжников. Иеремия 8.8 Почему? Потому что горлица, и ласточка, и журавль знают время свое, наблюдают времена года, а народ мой не знает определений Господних. Иеремия 8.7 А этот пророк говорит, что не соблюдающий добродетели не только не получает никакой пользы, получает других, что и сам лишается своего преимущества. Если в мирских судилищах погрешивший наказывается бесчестием молчания, то, как говорит, в общем училище может иметь голос тот, кто предан греху. Это училище гораздо важнее того судилища. Там осужденный получает наказание, а здесь все делается для того, чтобы согрешившие не наказывались, но покаянием исправляли грех. И в царских дворцах не может быть истолкователем царского слова никто из обреченных в развратной жизни. Для чего же берешь оправдания мои и учишь других, тогда как сам делаешь противное, опровергая жизни свои слова свои, и отвращаешь тех, кто хотел бы слушать тебя? Ведь ты не столько научаешь словами, сколько отвращаешь делами. Поэтому и Христос хвалит того Учителя, который преподает совершенные учения делами и словами, которые совершит, сотворит и научит тот великим наречется в Царстве Небесном. Итак, пусть твоя жизнь чистым голосом научает тому же. Тогда, хотя бы ты заградил свои уста, ты будешь провозглашать громче трубы не только для присутствующих, но и для находящихся вдали. Так небо возвещает славу Божию, не имея уст, не двигая языком, не испуская дыхание, но красотой вида располагая зрителя, удивляйся создателю. Что там на небесах? Красота вида? Тем же пусть будет в твоей душе добродетель. Если же ты, будучи самосквернен и имея против себя множество обвинителей и прежде всего собственную совесть, домогаешься занять кафедру Учителя, то когда станешь обличать пороки, будешь обличать не столько других, сколько самого себя. Что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Здесь он называет изучение закона, которое исправляет душу, прогоняет порог и насаждает добродетелей. Как же ты берешься сеять его в других, когда сам не имеешь его в делах своих? Ты ведь отверг, говорит, слова мои. 264. Таким образом, ты не только не получил никакой пользы от изучения закона, но исказил и то, что имеешь от природы. Основания того, что должно делать и чего не должно, но внедрены в нас от природы, а ты отверг их и не содержишь в памяти. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Так как невозможно найти человека совершенно безгрешного, о чем некто сказал, кто похвалится, что имеет сердце чисто, или кто дерзнется сказать, что очистился от грехов моих? Притча 29. И Павел сказал, хотя не знаю ничего за собой, и прибавил, но тем не оправдываясь. И тот, кто чист в глазах своих, часто не омыт от нечистот своих, то есть от грехов своих. То, чтобы никто не мог сказать, если все во грехах, а грешнику Бог запрещает проповедовать, уставы его, то кто же будет возвещать их, чтобы кто-нибудь не сказал этого? Пророк исчисляет роды грехов в частности. Есть грех к смерти. 1 Иоанна 5.16. Так Ильи говорил, если согрешит человек против человека, то помолится о нем священник, а если против Господа согрешит, то кто будет ходатаем о нем? 1 Царство 2.25. И по закону одни грехи были неисцелимы, так что наказывались смертью, а другие получали весьма скорое врачевание. Так и Христос в Новом Завете говорил, если согрешит брат твой против тебя, то обличи его между тобою и им одним. Если же не послушает, то возьми с собой еще двоих, если не послушает их, то скажи церкви, а после этого да будет тебе, как язычник и мытарь. В другое время, когда Петр спросил, сколько раз прощать брату согрешающему против меня, то услышал в ответ до семидесяти семерицею. А здесь Христос учит, что после двух внушений грех делается великим и не позволяет ожидать доли. Что же? Не противоречит ли одно другому? Нет. Но до семьдесят, говорит, крат на семь, тогда если тот покается. А как станет кто-нибудь отпускать тому, кто не сознается, что он согрешил и не кается? Как и врачу, от которого желаем получить лекарство, мы показываем рану. О каком же грешнике, говорит здесь Писание? Выслушаем внимательно. Пророк описывает его следующим образом. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями, сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей, клевещишь. Видишь ли черты порока, изображенные как бы на картине, и как через пороки нечестивый делается подобным зверю, искажая благородство своей природы. Поэтому мы неповерхностно взглянем на эту картину, но рассмотрим ее тщательно и подробно. Если, говорит, ты видел вора, то сходишься с ним и с прелюбодеями, сообщаешься. Это причина всех зол. То особенно вредит добродетели и ослабляет ревность многих к добру, когда некоторые не только не обличают грешников, но еще сорадуются им. Это не меньше самого греха. Послушай Павла, который говорит, и не только это делают, но и делающих одобряют. Немаловажен и тот грех, когда кто-нибудь, хотя сам не делает зла, но сорадуется злу. Согрешающий может указать на крайность, сослаться на бедность, хотя такие оправдания неосновательны. А ты почему одобряешь сделанное им, даже не получая от того никакого удовольствия? Он, может быть, раскается, а ты затворяешь для себя эти двери, отвергаешь и это врачество, лишаешь себя и этого утешения, заграждая для себя со всех сторон путь к покаянию. Когда он увидит, что ты не участвующий в грехе и обязанный обличать, не только не обличаешь, но и прикрываешь, и не только прикрываешь, но и содействуешь, то что он подумает о себе самом, что о сделанном поступке? Многие из людей, часто не по одному собственному соображению, судят о том, что должно делать, но и соблазняясь мнением других. Если согрешивший увидит, что все отвращаются от него, то подумает, что он сделал великое зло. А если увидит, что другие не только не оскорбляются и не отвращаются, но кротко сносят и благосклонно обращаются с ним, то исказив суд своей совести, при содействии одобрения многих, неправому их мнению, на что он не решится? Когда же он осудит себя и перестанет грешить безбоязненно? Итак, кто делает зло, тот должен осуждать самого себя, потому что это путь к удалению от зла. И кто не делает добра, тот должен хвалить добро, потому что готовность есть путь к деятельности. А здесь пророк говорит о человеке, который одобряет совершаемые грехи, почему и справедливо обличает его со всею силою. Если порок, будучи обличаем, как так цветет, а добродетель, будучи прославляемый, едва вызывает своих деятелей на подвиги, то что было бы, если бы этого не было? Тоже нередко можно видеть и в сонме священников. Но если это тяжкий грех в учениках, то тем более в учителях. 266. Что делаешь ты, человек? Закон нарушен, целомудрие пренебрежено, столько грехов сделано кем-либо из лиц освященных, все извращено, и ты не беспокоишься. Пророк призывает даже недушевленные стихии принять сильнейшее участие в плаче о всех вообще грехах. Ужаснись, говорит, небо и земля, содрогнись по премногому злу. Еще. Восплачется кормил, восплачется вино, возрыдает виноград. Исайя 24, 7. Неодушевленные твари плачут, воздыхают и гневаются вместе с владыкою. А ты, существо разумное, не скорбишь, не обличаешь, не являешься грозным мстителем за божественные законы, на еще сообщаешься с грешниками. Как же ты можешь получить прощение? Правда, Бог не требует мстителя, не нуждается в помощниках, но Он хочет иметь тебя служителем Его в этом деле, чтобы ты сам не впал в то же самое, сделался целомудреннее от негодования на другого и показал через то любовь свою к нему. Когда другой грешит, а ты проходишь мимо, не обличаешь и не скорбишь, то делаешь свою душу более беспечной и склонной к падению, и располагаешь ее весьма часто впадать в то же самое грехи, а тому немало вредишь своей неблаговременной снисходительностью, делая для него отчет в будущем более трудным и в настоящем приучая его к большей беспечности. Это сказано не о ворах только, но о всяком грехе. Пророк же указал на меньший из грехов, чтобы ты знал, что не получивший прощения за этот грех, тем более не получит такого утешения при другом. А далее послушай, что он говорит. И с прелюбодеями сообщаешься. Он переходит к важнейшему греху. Так как тот меньше этого, сравнивая эти грехи, некто сказал, не спускает вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою. Притча 6.30 Если же воровство непростительно, то тем более прелюбодеяние. Прелюбодеяние здесь называют блуд. Итак, если ты узнаешь, что кто-нибудь из одной с тобой паствы блудодействует и приступает к тайнам, то скажи служащему при их раздаянии, такой-то недостоин тайн. Отстрани святотатственные руки. В самом деле, если он недостоин, даже поведать оправдание, то представь, какому подвергнется он наказание, если еще прикоснется к священной трапезе, и не только он, но и тот, кто прикрывает его. Не сказал пророк и прелюбодействовал, но с прелюбодеями сообщаешься. О, сколь великое зло прикрывать гнилые раны других, если прикрывающему он полагает наказание вместе с согрешающим, и тому не меньше, чем и этому. Тот может сослаться на страсть, хотя такое оправдание неуважительно, равно как и вор на голод, а ты не можешь сказать и этого. Для чего же ты, не получая удовольствия, разделяешь с другим наказание и делаешься его соучастником? Потому и мерзкие судьи наказывают не только сделавших преступление, но и слуг их, о которых известно, что они знали о преступлении. И господа, которые выдают их, охотно выпили бы их кровь и съели бы их плоть, приписывая им вину преступления, не меньше, как и жене прелюбодействовавшей. Они, не подняв завесы, доставили большую свободу тайным делам. Они подвергли бесчестью и прелюбодейцу и оскорбленного мужа, и самого прелюбодея, потому что если бы они наперед объявили о том, если бы сделали известным, то прекратили бы всякую ловлю. И как преимущественно те ввергают добычу в сети, которые расставляют в сети, стерегут будущую добычу, всячески скрывают свою хитрость и стараются не допустить ни шума, ничего-нибудь другого, что может отогнать зверя, так точно и здесь. Если ты сидишь при расставленной дьяволом сети и видя прелюбодея, готового попасть в нее, не производишь шума и смятения, то преимущественно ты губишь его. Не говори мне этих слов, исполненных великой бесчувственности. Для чего мне беспокоиться? Я заботюсь о своем. Тогда ты особенно и будешь заботиться о своем, когда будешь искать своего в пользе ближнего. Поэтому и Павел говорит, никто не ищи своего, но пользы ближнего. 1 Коринфянам 10.24 Чтобы тебе, говорит, найти свое, ищи того, что полезно другому. Уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Пусть никто не говорит, я делаю это по человеколюбию. Какое человеколюбие? Не остановить и не удержать готового упасть в пропасть, благоприятствовать преступному удовольствию, не обращать внимания на пьющего гибельный яд. Впрочем, ты не можешь говорить и этого. Если это действительно происходит от человеколюбия, а не от сонливости, небрежности и лености, то почему ты, оставив виновного, злословишь брата, который ни в чем не виновен? Для чего ты клевещешь на того, кто не сделал ничего худого и ни в чем не согрешил? Видишь, до какой крайней степени доходит порог твой с той и с другой стороны? Тому, кто опьянел от похоти, ты не препятствуешь упиваться и не вразумляешь его, а тому, кто не сделал ничего худого, делаешь вред. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. 268. Смотри, как пророк самыми выражениями своими усиливает обличение. Того, говорит, кто одной с тобой матери причинил болезни рождения, родился из одного с тобой чрева, разделил с тобой дом, стол и пищу, вырос из одного корня, получил одно с тобой происхождение, с ранних лет вместе с тобой воспитывался, ты злословишь, и не только злословишь, но и приводишь в дело клевету свою. Таков смысл слов. Клевещешь. Соблазн. 268. Если же не должно злословить того, кто соединен с тобой естественным рождением, то тем более духовным. Итак, склоняющегося на грех, не допускай до падения, и не сделавшего ничего худого, не злословь и не порицай. Одно происходит от зависти, другое от бесчувственности. Не удерживать готового упасть свойственно бесчувственности, а не звергать стоящего свойственно зависти. И заметь, он описывает не просто клеветника, но такого, который делает это с хитростью и коварством. Сидишь, говорит, клевещешь на брата твоего. Каин, убив брата, лишил настоящей жизни только его одного. А эти люди своими клеветами губят многих и прежде всего самих себя. Подлинно они вредят не тому, только на кого клевещут, но и другим, или лучше сказать, только тем, который принимает клевету их. В самом деле, тот, кто слышит о себе ложную клевету, не только не терпит вреда, но еще получит величайшую награду. Не тот, кто терпит, а кто делает зло, достоин наказания, так точно не тот, кто слышит о себе, но кто произносит клевету, будет наказан, если только и слышащий не подал справедливого повода к его осуждению. Будем поэтому стараться не о том, чтобы нам не слышать о себе чего-нибудь худого, так как это невозможно, и при том, есть изречение Христово горе вам, когда о вас будут говорить все человеки добрые, но чтобы нам самим не подавать к тому поводов, кто хочет, чтобы все говорили о нем хорошо, то часто губит свою душу, питая любовь к славе человеческой, оказывая услуги людям в том, в чем не должно, угождая в том, в чем не следует, чтобы купить себе их расположенность. С другой стороны и тот, кто презирает всеобщую худую молву о себе, губит самого себя. Как для добродетельного невозможно, чтобы все говорили о нем хорошо, так невозможно, чтобы все не говорили худо о том, кто во многих отношениях подает много поводов к худой о себе молве. Если же, несмотря на твое безукоризненное поведение, является злословящей тебя, то тем больше ожидает тебя награда, как было с апостолами и другими доблестными мужами. Впрочем, нужно заметить, что хотя бы порицали нас в таком деле, за которое совесть не укоряет нас, и тогда мы не должны презирать порицателя и причиняемый им вред, но с надлежащей осторожностью принимать все меры к уничтожению неосновательной молвы. Потому и Павел в денежных делах посылал многих относить пропитание для бедных. 1 Коринфянам 16.3 И причины этого приводят следующие, чтобы нам не подвергнуться нареканий при таком обилии приношения. 2 Коринфянам 8.20 Зная, что другие могут соблазнять, он не оставил без внимания и не пренебрег этим, но так как было в его власти уничтожить соблазн, то заблаговременно позаботился и о самих соблазняющихся. Также и в другом месте он говорит, если за пищу соблазняется, брат мой, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. 1 Коринфянам 8.13 Несмотря на то, что эти вещи безразличны, но если, говорит, они производят соблазн, то хотя мне самому не причиняет вреда, я не пренебрегаю спасением соблазняющихся. Если вред от приспособления к другим больше спасения, то несмотря на соблазняющегося, если же нет, то не пренебрегай им. Пусть это будет общим правилом и руководством, когда должно оставлять без внимания соблазняющихся, и когда не должно. Например, иудеи соблазнялись тем, что Павел не соблюдал закона, и потому многие тысячи отступали и колебались в вере. Что же он делает? Желая прекратить соблазн, потому что важнее было спасение стольких тысяч, и исправить их колебания, он не допустил им оставаться в том мнении, будто он не соблюдает закона. А это и было очень важно. С другой стороны, они соблазнялись тем, что он проповедовал распятого. Но в этом случае он не обратил внимания на соблазнявшихся, потому что гораздо важнее была польза проповеди. Так поступал и Христос. Когда он беседовал о пище, и некоторые соблазнялись его словами, «Не входящее в уста скверняет человека, но исходящее», то он и сказал, «Оставьте их. «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится». Матфея 15. Когда же требовали от него подать их, то хотя он знал, что не должен платить, но так как еще не пришло время открыться его достоинству, то сказал, «Но чтобы не соблазнить их, иди и брось пуду в море, и возьми рыбу, и в ней обрящешь сатир, и дай им за меня, и за себя». Когда он давал закон, исполненный великой мудрости, а они оставались неисцелимыми, то справедливо он не обратил на них внимания и отменил ветхий закон. А когда они еще не были способны принять учение об его достоинстве, то справедливо он снисходит к ним и уплатой подати прикрывает учение о своем божестве. «Сидишь и клевещешь на брата твоего». Для чего скажешь? «Чтобы исправить его» это? 270. «Но для этого тебе следовало бы не клеветать на него скрытно, а призвать и исправлять его наедине, как Христос заповедал. Обличения, высказываемые перед всеми, часто делают обличаемых более бесстыдными, и многие из грешников, если видят, что им можно быть незаметными, легко решаются исправиться, а если они уже у многих потеряли хорошее мнение, то иные из них впадают в отчаяние и предаются бесстыдству. Но ты обижен им. Для чего же обижаешь еще самого себя? Кто мстит, тот поднимает меч на самого себя. Если ты хочешь и себе сделать добро и ему отомстить, то отзывайся хорошо об оскорбившем тебя, тогда ты вместо себя сделаешь многих обвинителями его, и сам получишь великую награду. Если же будешь отзывать себя худо, то никто не поверит тебе, подозревая в тебе вражду. Таким образом, твои усилия обращаются против тебя самого. Ты хочешь повредить его доброму имени, а выходит противное, потому что эта цель достигается похвалою, а не порицанием, а ты поступаешь совершенно напротив и себя более бесчестишь, и его не касается стрелы твои. Вражда касаясь души слушающих не позволяет им принять слышанное, и бывает тоже, что в судебных приговорах, когда кто-нибудь в судилище станет возражать, то испортит все, так и здесь подозрение во вражде не допустит принять отзыв. «Итак, не клевещи, чтобы тебе не осквернить самого себя, не смешивай навоза с грязью и глиной, но сплетай венцы из роз, фиалок и других цветов, не носи помета во рту, подобно жукам, а так делают клеветники сами первые испытывая зловоние, но держись цветов подобно пчелам, и составляй соты, как они, и будь со всеми дружелюбен, от клеветника все отвращаются, как от издающего зловония и питающегося бедствиями других, как пиявка кровью и жук навозом, а человека, имеющего уста доброречивые, все принимают как общего сочлена, как родного брата, как сына, как отца, но что я говорю о настоящем и о мнениях людей, представь, страшный день, неподкупный суд, и то, что говоря ложь, ты прибавляешь новые грехи к грехам своим. Говорю вам, говорит Господь, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут о нем ответ Богу в судный день. Матфея 12, 36. Хотя бы, говорит, было справедливо сказанное тобой, и в таком случае ты не избегнешь осуждения, открывая несчастье и позор ближнего. Вспомни о фарисее. Он не был мытарем, но стал грешнее мытаря, потому что произнес злословие на мытаре. Мытарь не был фарисеем, но стал праведнее фарисея, потому что осудил самого себя. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, изобличу тебя и представлю пред глаза твои, грехи твои. 271. Видишь ли неизреченное человеколюбие? Видишь ли величайшую благость? Видишь ли беспредельное богатство долготерпения? Молчанием пророк называет здесь долготерпение. Ты осмелился сделать, говорит, столько грехов, и я не наказывал тебя, но терпел и переносил, давая тебе возможность покаяться. А ты не только не извлек отсюда никакой пользы, но еще больше предался пороку. Ты не только не переменился, не только не устыдился и не осудил себя за дела свои, но еще стал думать, что я, долготерпевший, ожидавший, молчавший и столько переносивший. Переношу это не по долготерпению и человеколюбию, но потому, будто не хочу исправлять этого и не огорчаюсь такими делами. Уразумейте это, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Что же именно сказанное? Что значит разумейте? Вникните. Что же здесь сказано прикровенного и требующего особенного внимания? Самый вид учения указывает на новый образ жизни. Сказав немного о жертвах, он предлагает евангельские законы. А с другой стороны, так как слушатели его были покрыты великой нечистотой грехов, он, желая извлечь их из нечестия, как бы из болота, и очистить прежний путь их порочных наклонностей, как бы гной глазны, побуждает их вспомнить о бывшем прежде, чтобы они, предав это забвению, не остались без плода. Подлинно греховный навык производит в душе великое ослепление, делает людей безрассудными и потемняет светлое око ума. чтобы я не восхитил и не будет избавляющего. О, неизреченное человеколюбие! Это слова нежно любящей матери, или лучше, слова благости, беспредельно превосходящие такую любовь. Сделав такое обвинение, показав такой гнев, он сам предостерегает их, сказав «обличу тебя, представлю предлицо твои беззакония твои, грехи твои». Произнешь осуждающий приговор, он опять отменяет решение, не предавая их наказания как осужденных, но как имеющих исправиться от увещания и совета, удерживая и вразумляя страхом, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Показав свое человеколюбие, сделав увещание, совет, угрозу, внушив страх, назначив строгое наказание и сделав предостережение, он указывает и способ, каким можно исправить сделанное. Кто приносит жертву хвалу, говорит, тот чтит меня. Смысл слов его следующий. Она не только прекратит мой гнев, отменит осуждение, но и прославит меня. Видишь, как велико это дело, если через него прославляется Бог, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Видишь ли неизреченную награду, видишь ли крайнее человеколюбие, обещает показать путь Божий и истинное спасение Божие, поступающим так. Покоримся же обещавшему и будем прославлять его правою жизнью и жертвою хвалы. Этот путь посредством такой жертвы ведет ко спасению, которого досподобимся всем и благодатью и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа. Ему же слава и держава ныне присна и во веки веков. Аминь.